Мне кажется, у вас одно и то же руководящие. С одного кармана берете, в другой карман ложите, и здесь у вас идет моржан. Понимаю, башен сотрудник. Но в Конституции написано, мы все должны служить для блага народу. А здесь мы получаем. Предприятие уходит от вас, остается население с вами. Мы не можем никуда уйти, будем зависеть от вас. Вы 21 поставите сегодня. Через год согласие антимонопольное поставите 23. Мы согласны с этим. Но наша заработная плата, наша жизненная уровень не соответствует той цене, которую вы требуете у нас. Это сейчас возрастет все продукты, все транспортные издержки. Все-все возрастет, потому что все связано. Вы сами говорите. У нас компьютерная техника, современная цифровая. Тогда придется президенту стороны выходить, чтобы отложили вот эти новшества. Потому что она влияет на работу энергоцентра. С таким, что ли, требованием уходить? Прошу ответить на эти вопросы. На том, что у нас находится очень далеко от Руки-Бостока. Электроэнергию мы покупаем с энергией в Сочи. Здесь протяженностью. В первую очередь транспортировка электроэнергии идет по сетям межрегиональных. То есть линии 500 кВт. Это АОК и ГОК. После этого переходят электроэнергии на сети 110-35 кВт. Это межрегион транзит. После этого электроэнергия идет по сетям 10.04 и доводится до вас. Это все транспорт электроэнергии. Я плачу за электроэнергию, соответственно, за транспортировку. У них тарифы, которые они защищают на 5 лет. Я должен тариф пересматривать ежегодно. В связи с тем, что идет рост затрат на транспортировку интернета. Это не моя прихоть. Я сейчас заявил о проектированном тарифе. И когда будет департамент порегулированного сетингового пола осматривать проект тарифа, он будет сам смотреть долю физических лиц и долю юридических лиц. На сегодняшний день физические лица платят дешевле, чем юридические лица. Поэтому мы подали проект тарифа.